Всем привет! Спасибо большое, что пришли. Я очень переживаю, поэтому это первый раз, когда я выступаю так долго на пир-экспо. Обычно я выступаю по 15 минут, отстрелялся и убежал. Молча. Ну ладно, не молча, но на чемпионатах оно обычно так. Сегодня перед вами достаточно интересная тема, которая больше, наверное, разговорная, поэтому будет здорово, если вы позадаете каверзных вопросов. Мы немножко об этом поговорили вначале, что жаль, что нет здесь никакого ведущего, который реально может из аудитории какие-то вопросы вставлять, которые будут более, не знаю, жизненные. Потому что тема, как работать с крупными компаниями, как работать с брендами, как быть каким-то бренд-шефом, она очень всегда личностная. И поэтому рассказывать я буду достаточно личные истории, которые как раз-таки касаются непосредственно моей жизни и как я развивалась. Попробуем слайд. Так вспомнила. Я на вас навожу. Все. Да. Прежде чем начать этот диалог с вами, со всеми и с каждым лично, я бы хотела поднять такую историю. Да, сегодня будут байки. Наверное, это будет такой стиль. Давайте представим, что у нас плохой стендап. Первый раз. Когда человек первый раз выходит на сцену, ему нужно доказать, что он достаточно прикольный, чтобы его немножечко послушать. Сейчас будет первая байка. Прежде чем начать работать с брендом, да вообще даже, прежде чем начать работать в принципе, даже если вы уже работаете, что, скорее всего, уже происходит, неплохо было бы задать вопрос к себе, кто вы вообще такой человек? Зачем вы вообще пришли в эту индустрию? Что вы из себя позиционируете? Кто вы? Родилась эта история из лекции, из классической лекции, которая у меня. Я читаю лекции в школе Романа Торощина. Это замечательный барный человек и изумительный мужчина в моей жизни. Он, наверное, прародитель, один из прародителей барной культуры. Если вы не знаете эту имя и фамилию, Роман Торощин, обязательно понаблюдайте за ним. Обязательно изучите его. Это барная культура, которая для нас тоже важна, несмотря на то, что мы находимся на кофейной выставке. Я преподаю в его школе очень интересную лекцию для барменеджеров и для барменов о том, как им удобнее было бы использовать кофе в их профессии. Не задушенно, не в формате вот этого снобизма, который может иногда у нас присутствовать в профессии, а в формате того, как было бы легче и проще всего использовать кофе в баре. Давайте так просто. Но иногда туда затесываются бариста, которые хотят стать бариста, хоть это и барная школа. И вот ко мне однажды пришла девушка, которая пошла учиться на бариста. Все проходило прекрасно. Если кто-то из вас хотя бы один раз кого-то обучал, вы прекрасно меня поймете, когда момент супергладкий ученик. То есть он все повторяет, он все понимает, он супер вовникает во все процессы. И я думаю, боже, это замечательная девушка, она пойдет дальше куда-то по стопам великих творцов. До одного момента, до одного идеального прекрасного момента столкновения с ней. Я говорю, нужно разровнять кофе, который ты насыпала в холдер рукой. Все знают, да, прежде чем темперовать, нужно немножечко разровнять холдер рукой. И эта прекрасная девушка превращается в такая, я не буду это делать. Я не буду это делать вообще все. Я говорю, что произошло с тобой сейчас, извините. Что за переобувание резкое? Она говорит, мне горячо, мне некомфортно. Моя сейчас, внимание, мой мастер по йоге, я не смеюсь над ней, просто это достаточно резкий разворот сюжета. Мой мастер по йоге говорит, что нужно не насиловать себя, а мне сейчас горячо от холдера, и я не буду разравнивать кофе, потому что, ну, вот, все, все, все. У нас с ней происходит резкий дисконнект. До окончания нашего тренинга остается где-то час. Я понимаю, что это достаточно патовая ситуация для тренера. Я начинаю уходить в психологию, в которой не шарю вообще абсолютно, но приходится. Я начинаю ей объяснять историю о том, что, милая, давай, давай, подожди, сейчас все будет хорошо, давай подумаем логически. Вот сколько тебе, да, там, 20 лет? Ты молодая. Жизнь, она такая история, что она, пока ты молодая, она в тебя будет вкидывать очень много разных проектов, много разных ситуаций, много разных случаев, которые тебе не всегда и чаще всего, что практически никогда, не будут нравиться с самого первого момента. Это не значит, что их нужно резко футболить, потому что в какой-то момент тебе стукнет тридцатник, и моментов будет намного жестче, меньше. А ты уже не научишься к ним нормально относиться, ты будешь их в принципе футболить, и потом не будет никакой ситуации, которую ты будешь воспринимать как должную. И да, спустя полтора часа мы нормально начали разравнивать холдер, все было в порядке, но давайте зафиксируем эту историю, потому что мы к ней вернемся. Она сейчас немножко ни к черта, ни к силу, ни к городу, но она важна. Поэтому прежде чем работать с брендами, нужно действительно задавать вопрос, кто ты вообще, возвращаться к вот этому вот изначальному периоду. У меня в названии моей лекции написано, при чем здесь статус-кво. Статус-кво, он имеет на самом деле несколько трактовок, и просто сейчас хочу вас немножечко зафиксировать, что изначальная трактовка, которую я несу, потому что это вызвало определенный холивар у моих знакомых, то, что статус-кво имеет много определений, если прогуглить. И вот статус-кво конкретно в нашей встрече сегодня с вами, он означает именно возвращение к моменту, когда с вами еще ничего не произошло. То есть вы здесь сегодня все сидите, это значит, что вы в хорике. Это значит, что уже все с вами произошло. Вы здесь, в Сарямба, вы, скорее всего, здесь в ней и останетесь. Шанс того, что вы выйдете из хорики, вероятность вашего резистора на этот счет крайне мала. Я просто хочу вас настроить на тот момент, что не хочу говорить, будьте как я, знаете, как бизнес-молодость, будьте как я, настроитесь на позитив. Я просто приняла для себя, что я, скорее всего, с этим всем, в этом всем умру, сдохну, наверное, на ногах. И это круто, потому что я научилась с этим лавировать, и этим хочу с вами сегодня поделиться. Да, я не знаю, что вам рассказывать. Это экспромт. Я вот сейчас сидела, честно, всю ночь сидела, делала эту презентацию. Спасибо, что ее быстро внедрили. Хочу вам передать вот эту энергетику. Поэтому погнали. Кто вы? Но для того, чтобы начать, придется вам немножко рассказать, кто я. Потому что вы сюда пришли, не все меня знают. Большинство людей, к сожалению, или к счастью, или к фану, думают о том, что я какой-то очень злой и агрессивный человек, потому что видят меня обычно на выставках. У меня была прекрасная девушка, которая со мной встретилась на прошлом пире, и такая, Ольга, можно с вами познакомиться, пожалуйста? Я просто еще раз говорю, у меня вот ЧСВ, оно вот тут. Я очень маленький, скромный человек. Я говорю, да, конечно, можно. Она такая, а то я три года не могу с вами познакомиться, и у вас такое злое лицо. Я думаю, что вы меня ударите и что-нибудь сделаете. Поэтому придется немножко вам рассказать обо мне, для того, чтобы вы поняли, в чем финт работы с брендами, с крупными, которые имеют определенные особенности. И поэтому важно понимать вообще, что я такое. Расскажу с самого начала. Вначале был, естественно, продукт. Все мы знаем этот момент, когда был какой-то продукт. Так себе, а потом вас как бы щелкает, вы переходите на сторону светлую, темную. Неважно, не будем сейчас про полярности. Мы будем поговорить про то, что где-то произошел щелчок, и это то, почему вы какого-то черта здесь все. Все, да? Даже тот, кто не потратил тысячу рублей на эту лекцию. И вот продукт, он как бы выглядел вот так. Это были прекрасные какие-то там те святые, довольные года, когда, я не знаю, если вы давно в индустрии, то вы прекрасно понимаете тот момент, когда к вам, знаете, приходит вместо Бразилии какая-то Коста-Рика, и ты такой, офигеть, там еще разные какие-то страны бывают. И ты суперсчастлив, потому что ты на самом деле супер не... Ты не в курсе вообще, в чем какие-то такие вот эти вот важные моменты, в чем какие-то важные вот эти щепетильные параметры, о которых ты обычно потом сталкиваешься, есть. Ты просто тупо вот ржешь. Здесь мы стоим на Тверской, рядом Майера Смит играет. Это день города Москвы в 2015 году. Я даже не знаю, что это за машина. На ней на бойлере было написано кофеин, а мы не были в кофеине. Скорее всего, ее сперли из кофеина. И мы вот, ну, как бы работали на какой-то тачке из кофеина. И мы такие, ее сперли из кофеина. Ну, там были определенные особенности и ситуации в этом моменте. Потом это просто, это искрометное счастье просто от продукта. От того, что ты трогаешь определенное ремесло, и ты его делаешь в формате из полуфабриката, ты готовишь готовый продукт, ты отдаешь. И делаешь людей счастливыми. Это очень крутой момент. А потом, конечно, да, потом началось вот это вот все, что с нами в принципе происходит, что касается непосредственно современной индустрии. Третьей волны, четвертой волны, пятой волны. Кто на Дмитрии Корюкина ходит, знает про волны. Расскажите мне потом. Потому что я как раз-таки тот ребенок кофейной индустрии, который был, мы такие типа, а, какие-то там дублби, там какие-то кофеины. Ну, типа мы вот тут вот, мы шарашим как есть. Мы были более расслаблены в этой всей истории. Не было никаких каких-то, знаете, вот этих вот жестких параметров. И мы не находились в какой-то оппозиционерном. То есть мы не были оппозиционерами этой культуры. Мы просто такие, у нас какой-то кофан, мы что-то там делаем, все, типа, 19 на 36 за 15 секунд. Мы такие, какая-то фигня, но мы не знаем, что происходит. И обжарщики не знают, что вообще делать с их зерном. Было время такое, это было круто. Но началось потом что? Началось потом погружение в специализированную индустрию, в какую-то более спешлти. Это моя сумочка. Очень такая хорошая классическая дамовская сумочка. Если бы были, конечно, Лунар и Акая, было бы намного удобнее, но как есть. Рефрактометр, свои чашки, да, если вы тренинг-менеджером. Да, вопрос. Пяшмет. Я не знаю, зачем. Это 14-й год. Блин, друг, на всякий случай ты должен был прийти и такой, какая у вас вода. Я сейчас померю. Это определенный рост характера. Я думала, что это очень сильную роль играет. Наверное, она играет какую-то сильную роль, но чашки, я ездила со своими чашками, да, потому что мало ли они там из чего-то корзинки. Я писала какие-то, это что за смесь? Видите, это диалог в Инстаграме, я говорю, что это за смесь каким-то людям. Так строилась крепость внутри человека. Он рос. Это то, чего, это нас всех касается. Мы все находимся в этом моменте. Мы, я сейчас подведу. Вы сейчас поймете вообще, нафиг я все это рассказываю, да, обещала про бренды. Как работать с Макдональдсом? Нет, вот, слушайте. Это определенное взросление. Вот эти кривые лица, вот эти вот в 17-м году. Я стою на какой-то парковке, кофе кто-то готовит, какие-то дипломы. Дипломы вообще, да, в 17-м году получить интермедиат, это было круто. Я говорю, что это неплохо. Я не несу информацию о том, что это было плохо или неплохо. Я несу эту информацию, что это формировала личность, которая столкнется сейчас с определенным параметром. Я вам об этом сейчас расскажу. Всякие, да, там, выкладывали международные СМИ, вот эти все, которые были важны. Это все вот это вот росло в тебе, вот оно сейчас взорвется. Росконтроль звал. Говорит, мы сейчас закупили какой-то фиговый кофе, вам нужно оценить и написать. Мы оценивали и писали, это фиговый кофе. Они такие, спасибо. Мы такие, конечно, не за что. Сейчас мы воду у вас померяем здесь еще. Они такие, господи, зачем вы еще будете воду мерить? Вот что происходило в душе в 17-м году. Нет, но когда мы на мировой чемпионат в Амстердам съездили, вообще, будучи маленькой бариста, ну, как бы, это вообще, это вообще, это вот так. Ты потом ходишь такой, что это? Это что, кофейная индустрия? Фу. Чемпионаты. Я не признала, но мы тогда ржали над снобизмом. Мы такие, мы не снобы. Мы такие, мы толкаем индустрию, мы толкаем культуру. Не было ты никогда. Да, самое смешное, что еще Ирвин Уэлш писал. Ты никогда не знаешь, когда начнется твоя шизофрения. И это очень забавный момент, потому что это очень важно в моменте, когда ты работаешь именно какими-то с крупными фирмами и с крупными компаниями. Я наблюдаю это. Почему я это хочу вам рассказать? Не потому что Миша Суботин позвонил за неделю и сказал, надо окно закрыть. Потому что, ну, действительно, это важно рассказать индустрии, которая слушает. Вот, галерка слушает. Я вижу. И об этом важно поделиться. Потому что оно со всеми происходит. Мы такие, типа, мы в тусовке, мы за индустрию, но все равно периодически мы скатываемся в определенный параметр, который, оказывается, в нас воспитывает очень неприятные последствия, которые нам потом не дают зарабатывать денег. Зарабатывать денег с какими-то компаниями, помогая им. Не потому что за деньги, да, а потому что ты четко помогаешь людям в определенной специфике, которая у всех здесь есть, в принципе. То есть, на самом деле, выдерни любого человека сейчас из-за аудитории, он будет суперполезен в определенной огромной ахинеи работ, которая на моем горбе лежит, на самом деле. Мне некому ее делегировать, потому что все люди находятся в спешлти. Сейчас, я вам уже, все, наконец, лекции. Забежала. В общем, вот так вот формировалась личность. Очень повезло, да, наверное, можно сказать, что повезло. Пока не пришел ко мне один мужик странный, короче. Я стою, все было хорошо. Я стою за стойкой, все со мной прекрасно. Я варю кофе, пока не приходит какой-то странный мужчина и говорит, Ольга, слушайте, вот я к вам в кофею не ухожу. Это 17-й, 17-й, 16-й год. Есть выставка одна вот в Сокольниках, называется она что-то там какая-то классическая сокольническая выставка с бабушками. Название ее можете придумать любое сами. Я такая, да, очень хорошо, здорово, классный мужик. И он такой, ну, нам нужна помощь, но это был очень классный, крутой, профессиональный запрос. Он говорит, он не говорит, что нам нужен какой-то профессионал, мы готовы ему там денег заплатить, чтобы ты сразу о материальном думал. Он говорит, нам нужна помощь человека, который понимает в индустрии, мы не понимаем. И ты сразу такой, а, ну, ты сразу успокаиваешься, ты готов помогать. Это, ну, хитрый мужик. Да, да, он начал, он зацепил, конечно, уже сразу ты такой, да, это я, я могу, конечно. Называет какой-то бюджет и говорит, мы ввезли растительное молоко, его нужно листить в рынок. Шестнадцатый, семнадцатый год. Ты такой, какое молоко? Что делать в рынок? Листить? Растительное? А ты бариста, ты типа. В общем, на самом деле, если вы ненавидите растительное молоко, то, скорее всего, я в этом виновата. Потому что, когда они привезли Альпро, это компания, которая привезла Альпро в Россию. До того, как ее выкупил Данон, до вообще, до всех событий, давайте так говорить. И да, и следующие где-то четыре года мы просто листим растительное. Я не знаю, что я делаю. Спокойно. Стресс. Лицо мое, это вот, знаете, это выражение эмоционального состояния. То есть я его, скорее всего, это фотография, которая была прикреплена к какому-то рабочему чату в кофейне, что я говорю, пацаны на халявных вот этих вот сокольнических мувах проварила, говорю, сейчас пять килограмм бабушкам, везите еще. Они такие, что это за... Не знаю, здесь можно материться, что это за дерьмо. Я говорю, соевое молоко. Они такие, все, все. Я говорю, ну я уже согласилась, меня уже это... Не за деньги, но за эмоциональное вот это вот все. И мы листили рынок, да. Это мой был первый, первый такой, знаете, девственный, неосознанный контакт с брендом. Когда ты такой, очень чудно, полная фигня какая-то, да, типа черти как, но нормально. Но бабушкам заходит. Мы такие, хорошо. Потом был смешной момент, когда уже бариста даже уже начали привыкать. Мы такие, Ольга, мы привезли банановое молоко. Я говорю, господи, можно, пожалуйста? Они такие, ну надо. Я такая, хорошо, я к баристам своим прихожу, к знакомым, говорю, есть бананы? Они говорят, ты что, большинство сибанулся, что ли? Мы к кокосовому ели тут как-то, а тут еще какое-то банановое выжатое. Вот так я работала с Альпро. До сих пор, вот сейчас тоже к ним вернемся. Потом, слава богу, параллельно, да, несмотря на то, что произошла здесь какая-то подоплека с брендами, потом понеслось, что меня открепило от кофейной индустрии. Мне захотелось изучить индустрию глубже и засосало в зеленку. Это тоже очень уникальный момент. Особенно это очень хорошо здесь поймут люди, которые занимаются закупками зеленого зерна или продажами зеленого зерна. Я мало знакомых лиц вижу здесь, но, скорее всего, вы можете с этим как-то контактировать. Поэтому очень долгое время я работала и в Кокар, и в КЛД. И в основном КЛД меня, как говорится, взрастил как ребенка брендового какого-то, который контактировал с какой-то коммерцией, с лютой. Спасибо ему, конечно, большое. Были какие-то определенные истории. И потом вот это вот началось, что зеленка, она медленно меня как-то перетащила туда, вот в эти вот коммерческие истории, потому что они все равно находились в России, и они все равно интересовались зерном. Представляете, я ни разу в лист не смотрела, а тут какая-то мысль была. И из-за того, что я контактировала как раз-таки с зеленым кофе, с самой крупной компанией по России, КЛД, это, в общем-то, в те 18-19-е годы, это, ну, я не знаю, как они себя сейчас чувствуют, но, очевидно, сейчас все себя странно чувствуют, и это хорошо. В шоке. И вот, в общем-то, КЛД тогда, это была компания, которая, знаете, это вышка для бариста. Ну, то есть ты такой сидишь, ты как бы, ты в офисе, ты немножко в конфузе, потому что ты сначала лет шесть орал о том, что офисники отстой, я бармен, бариста, все, кто с белыми воротниками, это лютая херь, это не про меня, и ты такой сидишь, такой, биржу открою, надо выставить счет на 10 мешков, здравствуйте, алло, жена рожает? Ничего страшного, я подожду, пускай рожает. Это трушная история, серьезно, я сидела, ждала, пока жена родит, пока отгрузим там эти 100 мешков дурацких. Это была причина, по которой я ушла. Ну, это вообще, ну, это надоело, блин, это вообще. У нас, знаете, какая индустрия, ну, не последняя, последняя, ладно, последняя там я лично расскажу, но просто это вкупе своей, это история о том, как, знаете, у нас индустрия, она вот реально, ты звонишь уже, ты два года сидишь в компании, которая продает зеленый кофе, ты звонишь куда-то в Владивосток и ждешь, пока там собаки подерутся у кого-то, и он говорит, сейчас, извини, мне там надо мясо, пари, ну, то есть, как бы, ты со всеми в одной семье огромной живешь, это действительно так. Но коммерция, она тебя все равно щупает за все твои сладкие места, вообще максимально. И, как бы это не чудно звучало, но спасибо 22, 20, нет, 20-му году. В 20-м году произошел очень чудной такой момент, когда, когда я такая сижу, продавая зеленое, зеленое, я говорю, а я вообще-то шарила за эспрессом, давайте, может быть, эспрессо продавать готовый через какой-то, в общем, было предложение для КЛД из формата того, что, я говорю, я разбираюсь в эспрессо, давайте делать бленды и продавать жареный кофе. Потому что я смотрю, знаете, что происходит в глобальных масштабах на каппингах? Это вот, это честное наблюдение такое, чисто с плеча. Каппинг, бесконечные вот эти, каждодневные, кто-то приезжает, кто-то выбирает зерно. На каждом каппинге, знаете, как обжарщики выбирают зерно? Вот этот кусок стендапа пошел. Они такие, вкусно, невкусно, невкусно, вкусно. Ты такой, чувак, там был потенциал, мы просто так его пожарили вообще от балды, просто чтобы он был питким. Это ты должен понять, он там вкусный потом или невкусный. Ты типа шеф-повар, типа ты дожарь его потом, и он будет вкусным или невкусным. Кофе всегда вкусный, кстати, действительно. Это очень, спустя вот с 2010 года нахожусь, кофе всегда вкусный. Это с вами в этом моменте какая-то проблема. Это серьезно так происходит. Сейчас мы к этому вернемся. И вот как раз-таки я предложила, что если шефам, если обжарщикам сложно, давайте им сразу упаковывать это и продавать готовое. Я зря это ляпнула. Ну просто я инициативный человек, я как идиот сразу начинаю вот это вот. Давайте что-то делать, что сидим, давайте шампусик попьем, давайте продавать палеты, да, давайте продавать палеты. Наскучу палетов, ну типа из этого разряда. И история о том, что я говорю, давайте продавать обжаренный кофе, это будет полезно, оно как бы это будет облегчать определенную работу, сыграло надо мной очень серьезную шутку, потому что понеслись. Так вышло, что мы попали в ребро и начали приходить вот эти компании из разряда спар, из разряда маккофе, ключевая для меня компания DeLonghi, которая вообще в принципе, да, как камнем по голове. Ой, сейчас, это к этому вернемся. И они приходили и говорят, мы не жарим, но нам нужен бленд, мы не разбираемся, мы делаем что-то смежное, помогите нам сделать качественный кофе. Мы такие, ну и директор мой такой, вот сейчас вам Ольга там поможет. Я такая, Ольга, я помогу. Я такая, нифига не понимаю, но сейчас помогу. И мы начали разрабатывать бленды. И вот здесь у меня произошел вообще максимальный дизморал. Вспоминаем о моих вот этих всех рассказах. Амстердам, там чемпионаты, интермедиат, бориста, все дела. И мне такие приходят спары и говорят, Ольга, здравствуйте. Мы, говорит, ничего не понимаем, но нам нужен бленд за 3 доллара. Завтра. А то нам уже все, нам полки пустые. Если не завтра, то все, типа до свидания. Вы вообще не это, I'm not available now, типа из разряда. Ой, я робустой нажралась нормально за 20-й год. Вообще. Весь 20-й год. Я просто, знаете, вот еще раз. Я почему рассказала про свое взросление? Вот этот ребеночек, взросший на овол кофе, где типа суматра мандолинг, типа Кенния, Каримику и все дела. Когда ни у кого этого всего не было, я такая, Индия, аааа. О, Индонезия робустая. И, короче, знаете, вот этот первый момент, когда ты такой, капец за меня, мама бы не порадовалась сейчас за то, куда я попала. И знаете, что со временем, спустя полгода, спустя полгода я такая, ладно, если, короче, сейчас взять вот этого, вот 80%, этого 70%, а потом Танзанию не дожарить, то нормально будет, нормально будет вообще. Мы даже, это очень смешно, короче, я не буду произносить ими этого человека, но он здесь будет читать сегодня лекцию. Я ему чашку поддаю. Он такой, что это? Я такая, ну что это? Ну нормальная херня какая-то, ну нормальная. Я такая, о, нормально. А там было 90 на 10. Я такая, все, 90 робуста. Я такая, все, это профессионализм робустового характера. Теперь я королева коммерческого вот этого вот. Она там была. Слушайте, я не буду вспарывать подробности, но мы нормально так выру... Это было, еще раз говорю, 20-й год чудной. Он был вначале очень... То, к чему мы привыкли, а потом он был такой, как мы не привыкли, ровно до 14-го года никто. А до 14-го года никого из нас не было. То есть мы такие типа, ого, больно. И все такие, как в 14-м году. Но все такие, да, мы там не были, но больно, наверное, так же ровно. И в общем-то, в принципе, это история о том, когда мы познакомились как раз с первой коммерческой сетью, которая меня, в общем-то, вывела на всю эту историю. Черт с ним, с этим маккофе, с этим... ой, не с маккофе, Черт с ним, с этим спаром, который в итоге получил свою смесь за 3,2 мы сделали. За 3,2 доллара мы сделали смесь. Зеленки, конечно. Жесть! Но он был вкусный. Прям вот... Я бы смогла... Да, я его прям пью и такая... Вкусно! Серьезно! Ну, типа, нормальный кофе. Его можно пить, действительно. Ничего страшного. Хотя... Никто бы не понял. Ну, то есть, как бы никто не понял, потому что это круто, потому что никто из вас... Ладно, это грубо. Не будем грубить. Мало у кого из вас прокачан определенный скилл, который остается в слепой зоне. Это коммерция и горечь. Мы в течение последних 6-7 лет очень круто специализируемся на кислотах и сахарах. Ну, вообще, в принципе, человек классное животное. Он такой, сладенькое. Люблю. Норм. Давай-давай. Кислотность. Да, мы такие, ну, ладно, в барчиках пьем иногда. Иппа понеслась какая-то, да, там, сауры. Такие, нормально, люблю. Ну, ладно, давай полтора. А горечь у нас, понимаете, у нас в организме... Просто я прям говорю, запишите себе это вот куда-то. Начните это развивать. Мы слепы в этом уровне. Вот в этом уровне восприятия вкуса. Хотя мы сейчас такие, sustainability программа, это трехступенчатая зона, табуретка только на трех... Горечь – это наша третья ножка, на которой мы не стоим. Вообще все поголовно. Мы здорово начали разбираться за сахара, мы здорово начали разбираться за кислоты, спешлти, недожары в 2018 году, чтобы продвинуть свою культуру. А даешь нам горечь, мы такие, фу. А она разная. Блин, не знаю, у меня куча знакомых, ну, типа, вот у меня... Я не могу их никуда, я не могу их никуда воткнуть, потому что они не шарят за их. Вот есть горечь негативная, да, и с ней... Ну, то есть, и с ней надо уметь работать. Это не значит, что мы ее отталкиваем, потому что фи, потому что мы, типа, ее не... Это то, что, я не знаю, там, исповедание не помогает какое-то там внутреннее. Просто с ней надо уметь работать. А мы еще и не шарим, и работать не умеем. А вы спрашиваете, как работать с брендами. Вот, вот сюда надо тащить. И, в общем-то, это история. Кстати, вот когда пришел Де Лонге, пришла Де Лонге, пришли Де Лонге, у меня вообще произошел какой-то крах системы, потому что, вот представляем, а у меня еще шапочка есть, вот эта вот моя гордая, вот эта вот. Пришел Де Лонге, говорит, мне нужна смесь, у нас есть кофемашины, мы продаем кофемашины. Это был 19-20 год. Они говорят, мы продали в прошлом году 300 тысяч кофемашин за год. Я такая, не дурно. Они такие показывают, реально, 300 тысяч кофемашин за, я говорю, ну, во, во, молодцы. Они такие, нам нужна смесь. Я еще не соображаю, я еще ребеночек в этом моменте максимальный. Я такая, ну, смесь так, смесь. Я говорю, я тут пару сделала за 2 доллара, ну, там, вкусно. Они такие, нам нужна смесь. Они не говорят потолки, они говорят, нам нужно просто качественно, что выварилось у всех вот этих 300 тысяч человек. Я еще не соображаю. Я говорю, ну, ок. А мы в тот момент с КЛД переехали из их офиса на Подсосинском, переехали в дом кофе. Построили этот дом кофе, сами все себе сделали свои какие-то локации. Я, естественно, как разработчик эспрессо-смесей, разработчик эспрессо-смесей. Здравствуйте. Я Ольга. Я разработчик эспрессо-смесей. О, лист. Я его запросила, чтобы что-то рисовать. Сейчас я вспомню, что я хотела нарисовать. Я как разработчик эспрессо-смесей им говорю, что я говорю, разработаю вам эспрессо-смесь изи. И у меня здесь вот моя лаборатория, где, внимание, Делакорта, Мина, Малкёнинг последний с весами. Здесь все выбиваю. Короче, у меня локация называется «То, к чему я стремилась с 16-го, с 17-го года, когда первый раз в Амстердам съездила». И я делаю для них смесь. Делаю за один день, потому что я уже, ну, у меня уже, у меня уже даже, представляете, у меня уже даже на коммерческом, у меня даже уже на коммерческом уровне возникла все равно вот эта шапочка, вот эта, что я типа, какие-то лонги, подумаешь, фигня какая-то. 300 тысяч, я даже такая, да я даже не знаю, что это, я даже не понимаю, что это такое. И я прорабатываю им эспрессо-смесь на вот этой своей, вот этой вот профессиональной локации. Хотя они, ну, это очень крутой сервис, они мне такие, мы вам завтра привезем свою машину, чтобы вам было удобнее делать, типа, смесь. Я такая, да, что угодно привозите. Я сейчас сделаю смесь, и дальше вы там сами. Я делаю смесь на Делакорте, а они мне привезли свою Делонги. И это был вот как раз вот этот момент, который был прям, типа, вот он, вот он меня нормально шиндарахнул, как прям по всем фронтам. Потому что я сделала смесь, долетела до дедлайнов. Ну, а смесь была хорошая, типа, я не помню, что это было. Я была в ней уверена на все 100%. Я на коне. А Делонги, я не знаю, на чем там были в тот момент. И меня что-то зачесало. Я такая, блин, наверное, надо проверить на ней. Ну, а то мало ли, я, конечно, уверена в себе, но надо проверить. Я ее достаю, распаковываю, вот они у меня две стоят. Дура за миллион, и дура за 60 тысяч. Я такая, надо поковыряться. Начинаю ковыряться. Ковыряюсь в настройках, начинаю понимать, что, о, фиксируют пролив, фиксируют загрузку. Да, понятно, в зернах, но я начинаю, типа, я же соображаю, я же профессионал. Замерила как-то выход, замерила как-то вот этот момент, когда она просыпает, и я ее обнуляю. Потом. Вот. И делаю идентичное. Оказывается, она может загружать за 60 тысяч, оказывается, эта дура может загружать 17,5 грамм кофе. Примерно на ту же самую граммовку, которую я вот под эту коммерческую смесь загружаю в Делакорте. Я такая, ок, ладно, хорошо. Выход. Выход фиксируется. Я понимаю, что она может запомнить тот выход, который мне нужен, который я также фиксирую на Делакорте. О, идентично. Время немножко не совпадает. Из разряда, что Делонги варит за 19 секунд, Делакорта варит мою смесь за 24 секунды. Я такая, ну, ладно, хорошо. Что с тебя еще взять? И по привычке со мной здесь всегда еще этот рефрактометр, да, жило наших знаний. Капаю на рефрактометр. Делакорта 8,1. ТДС. Делонги 7,9. Подстраиваю помол, 8,1 делает. Я такая... Так. Давайте все успокоимся. Я просто, я не знаю, вот как бы если вы в рефрактометрии копались, то вы понимаете, насколько происходит шок. Потому что они делают идентичную плотность у эспрессо. Потому что я в ней поковырялась, я поменяла помол, я поменяла настройки в ней внутри, но она дала мне это сделать. Я беру эту машину. Дальше происходит чудота. Я беру эту машину. Еще происходят какие-то ковидные вот эти все истории. Я бегу к ним в офис с этой тачкой, с этим зерном. Начинаю на них орать. Я говорю, вы хоть понимаете, что вы продаете? Я говорю, бляха-муха. Они такие, а что мы продаем? Мы кофемашину продаем домой. Все хорошо. 300 тысяч. Я такая, да. Я говорю, вы понимаете, что там хорика страдает? Бедные бармены там мучаются из-за вас. Они такие, что происходит? Я говорю, ну просто люди мучаются, потому что у них, они вынуждены покупать большие машины, кофемолки, не разбираться в этом. Не потому, что они дураки, а потому, что у них не хватает времени, не хватает, да вообще концепция не та. А вы не продаете в хорику, потому что вы думаете, что вы делаете машины только для B2C, типа из разряда серьезно. И вот здесь, не понимая, не понимая момента контакта с этим брендом, я сама к ним прибежала и начала на них наезжать на тему того, что вы можете делать это круче, если вы начнете в этом разбираться. Они такие, да нам какой-то кофе, нам похер вообще. Все, ты там дай кофе и уходи. Налей и отойди, как говорится. Но я прибежала еще раз и третий раз, пока они не начали действительно прислушиваться к тому, что есть еще какой-то действительно аспект на рынке, которым можно заниматься и это будет полезно. Я говорю, вы продаете 300 тысяч кофемашин людям, а они даже не знают, то есть они, посмотрите, они же, как покупает человек кофемашину домой, B2C-шник. Не мы профессионалы, задроты, мы вряд ли купим, как бы себе кофемашину домой. Хотя у меня кофемашина стоит дома. Ну, у меня плохо все, у меня плохо вообще, в принципе, с кофе все. И я говорю, что вы можете продавать и кофе в том числе, и воспитывать культуру, потому что у вас есть сила, потому что я говорю, вот есть моя культура, да, вот этот треугольничек, и мы как бы, мы все встречаемся, мы пьем пивко в конце, мы такие, типа, Вася плохо пожарил, мы такие, да, Вася плохо пожарил. И на этом все, мы стагнируем в этом моменте максимально, потому что мы, и меня это в тот, я ору на них, на бренд-менеджера, ору в Делонге стою, и понимаю, что офигеть, я же такая, я же сама тоже виновата, потому что, и все мои друзья виноваты, ну, косвенно, потому что в наших, в наших мозгах скопилась информация за последние лет шесть о том, как с кофе можно работать. Но мы это не шерим, мы это с Вася обсуждаем, который пожарил, хорошо или плохо. То есть мы, грубо говоря, сами себя здесь облизали, а куча вот этой вот, куча людей не в курсе, что вы существуете. И я как бы, ну, начала навязывать им определенные лекции, курсы, говорю, давайте я вас научу, а дальше вы будете это, как Моисей, двигайте дальше вот эту всю историю. В общем, чтобы вы понимали, чтобы сократить информацию, я уволилась из КЛД через два месяца, потому что я поняла, что объем не поколебимой работы, потому что меня привлекло, что я могу трогать индустрию и учить ее, не ту, которую уже и так сама себя уже здесь переварила, а ту, которая не знает, как варить, не знает, как пить, не знает, где кофе выбрать. Были легендарные моменты о том, как мы продумывали, как у них были финансы в крупных компаниях, в чем плюс? Они давно стоят на ногах, у них есть финансирование, они готовы с тобой сесть, обсудить и дальше двинуться куда-то вперед. Пусть это будут какие-то небослосновные деньги, но движение будет, очевидно, больше, чем в маленькой обжарке, которая сама себя здесь варит. Но я самостоятельно говорю, почему потери? Естественно, меня понесло на пир с ними. Это был очень смешной момент, потому что со всем своим бэкграундом, вот эта вот та самая баба с синими волосами, что-то со злым лицом стоит на стенде, на пире в 2021 году. Я поставила стенд в самое начало. Мы потратили деньги, мы заинвестировали на вот этот вот синий стенд, чтобы доказать Борису о том, что тачка варит. Наоборот, это для тебя удобный инструмент, как для специалиста, потому что, ну согласитесь, у вас хоть один раз у кого-то был такой момент, когда нужно было кому-то помочь поставить кофе, но у него не было ни понимания, ни бюджета, но надо было это закрыть каким-то одним вот таким маленьким продуктом. Было. Но я, например, если честно, очень часто этих клиентов и этих друзей и каких-то других людей теряла, потому что не знала, что можно действительно поставить какую-то маленькую тачку, которая с этим справится по одной кнопке с твоей помощью, потому что ты объяснишь, как пользоваться. Потому что зачастую люди, которые ставят кофемашину себе домой, они не просыпаются утром такие, знаете, в моменте, когда у меня есть на кухне какой-то квадрат пустой, поставлю туда тачку. Естественно, они хотят кофе вкусный, но никто не покупает технику и не садится, не читает, не штрудирует ее инструкции. Ну, согласитесь, вот стопудово у всех есть утюги. Кто-нибудь читал инструкцию к утюгу? Нет. Скорее всего, нет. И с кофемашиной такая же история. Так еще хуже, там инструкция фигня, потому что там специалистов, ну, типа, нет, которые написали бы. Мы вот тут, вот они мы. Я поставила этот стенд и со мной перестало здороваться процентов 40 моих знакомых. Потому что, ну, представьте себе, я стояла на зеленке, продавала там какую-то гейшу, не гейшу, здесь зерно зеленое. А тут я такая стою на входе в пир 21 и такая, и все такие, что? Сазонова на Де Лонге. Ко мне даже подходили люди какие-то такие, знаете, дурацкие, из разряда, что кофе это Де Лонге. Я говорю, а кофе это че такое вообще? Они такие, кофе это ягоды. Я такая, чувак, хотите рекомендацию на полезные книжки? Очень классная энциклопедия, вот прям можете сфоткать. Яды, действующие на сознание. Алкоголь, хлороформ, гашищ, опиум и кофе. 1900-е годы. Да, и да, и 1900-е годы. Шутка. Не шутка, в общем-то, в принципе. Но Де Лонге, на самом деле, чем они меня очень сильно спасли? Они меня научили корпоративной крутой этики. Они меня научили, они мне дали возможность внедрять в индустрию, которая вот пьет кофе. Не та наша индустрия, которая здесь работает, которая жарит, варит, вся вот такая на нервах, что-то стремится доказать. А та индустрия, которая пьет кофе, в принципе, это хобби. Это для большего количества людей это просто полезный продукт, который они любят. И как раз таки не мы почему-то с ними контактируем, а контактируют, ну не почему-то, а контактируют крупные бренды, которые имеют большой посев. Но, как показывает практика, я вам серьезно говорю, с 2020 года и по сейчасшний год все еще происходит лютый голод профессионала. Потому что, ну серьезно, у меня лютый перегруз в работе. На мне висят вот таких брендов 6, а я не могу даже никому передать, потому что я не понимаю, кому это можно объяснить вообще, как с этим работать. Хотя они с удовольствием готовы там и розовые бурбоны куда-то впихивать, и выезжать, сделать какие-то ивенты, и коллаборировать с обжарщиками. В общем-то, как мы и пытались сделать с Делонги, если бы не определенные события, да, что, в общем-то, сейчас продолжается в Казахстане. они меня вывозили в другие страны, они готовы были вкладываться. И, в общем-то, бренды, если ты мягкий, да, какие качества? Вот у меня тезисно в лекции было написано, какие качества нужно в себе воспитывать, чтобы работать с крупными брендами и с крупными компаниями. Доброту, мягкость, податливость. Да, ты должен, потому что, да никто, понимаете, никто не обязан шарить за кофе, так как вы шарите. Никто. И только в ваших руках дать возможность людям немножечко пощупать, что, офигеть, это может быть круто, это может быть недорого, но полезно. И, я не знаю, там, для мозгов, там, ну, для супруги, друзей и прочего-прочего. Компромисс. Да, у вас должен быть четкий компромисс, потому что, когда мы работаем с брендами, у них есть четкая политика своя, которой они придерживаются. И ты, как профессионал, не должен приходить, потому что, вот у меня тоже история была сейчас недавно, мы косвенно немножко деремся с одним специалистом, не деремся, мы косвенно состыковались с одним специалистом в Роснефти. И это очень забавно наблюдать, потому что я мягкий человек, я податливый, я уже прохавала этот момент, все уже. Я поняла, что это как дети, и как я, как ребенок. Мы с ними в каком-то, знаете, вот этом игровом формате, я их обучаю, говорю, все хорошо, но да, 14 грамм надо закладывать, ничего страшного, я понимаю, давай из этого выжмем максимум. А с другой стороны, да, стоит специалист, который говорит, вы просто идиот, вы ничего не понимаете, надо 18 грамм с половиной класса, и тогда у вас все получится. Заправкам. Какие 18,5 грамм заправкам, друг? Естественно, это очень смешно, потому что они бегутся ко мне, говорят, Оля говорит, там чувак сказал, что надо 18 грамм класть, что делать? Он еще грызается, мы не знаем, как с ним работать, он типа такой, я про себя нахуй, такие типа, что вы ничего не понимаете, идиоты, такой, знаешь, что типа, я говорю, ну все хорошо, а я с ними, ну все хорошо, ну не надо, ну пола, давайте 14 грамм положим, давай из них максимум выжмем, зато, ну как бы, я помогу, у тебя есть определенные условия, поэтому, вот ты сказал, что они ждут, пока к ним прибегут бренды, да, они не в курсе, что к вам надо бежать, вы даже не формируете это, ну как бы, это надо сначала сформировать, нужно сначала, вот ты же тянешься, к какому человеку, очевидно, не который к тебе такой, ты давай, ну-ка это, подойди сюда, алло, ты очевидно, хочешь потянуться к человеку, который на тебя смотрит, который смотрит в глаза, который такой, давай обниму, давай объясню, давай все хорошо, вот у нас на самом деле очень смешной момент произошел, из-за того, что я с барной культурой много контактирую, был недавно бархаб, мы вот с Лерой были на бархабе, Лера, тренер тоже, на бархабе одни бармены, и мы удивились, мы прям отдельно стояли, такие, странно, курим, странно, конечно, необычно, необычно, знаете, что необычно, потому что они в толпе идут, и такие, и они такие, в глаза такие, они мимо идут, они тебя не знают, вообще я не знаю, кто ты такой, но они такие, ты со мной, ты в индустрии, а здесь что происходит, здесь такие, только не здоровайся со мной, иди в жопу, подальше, шел мимо, иди в жопу, все, что это такое, что это за фигня происходит, что, слабо в глаза посмотреть, ну то есть, это на самом деле, я сейчас говорю не потому, что я об этом решила с вами поговорить, а потому что, об этом уже человека 3-4 со мной поговорили, они такие, такие все странные, что-то никто в глаза не смотрит, никто не здоровается, как будто типа это, так может, вот это вот то, что мы, наверное, немножко, потеряли, может быть, из-за того, что у нас вот это вот какое-то, вот это вот замкнутое состояние происходит в голове, и мы такие, не знаем, что делать, я понимаю, стеснение, прикиньте, это же, а мне тоже страшно, мне тоже страшно, все, мне плохо, мне страшно, я бутылку пива выпила, чтобы перед вами выступить, нормально, не планировала, но выпила, и как бы, чтобы не страшно было, я себе помогла как-то чуть-чуть, но, соответственно, я о чем хочу здесь, в этом моменте сказать, чтобы найти определенный компромисс с собой в том числе, а дальше уже с кем-то еще, нужно проработать определенную странную фигню, потому что, находясь вот в кофейной индустрии, в хорике, не контактировать с глазами друг друга до конца, вот, а ты прям это, не, не, как сказать, идешь кого-то, видишь, он тебя насмотрит, хочешь отвернуться, такой, нет, ты отворачивайся, все, и до конца на него смотри, делайте из этого какую-то, ну, не знаю, можно же, кто там про йогу, да, вот у меня ученица про йогу сегодня начала говорить, создавайте себе какие-то тренинги в моменте, это полезно, это сложно, вы как бы, о, сложно, офигеть, круто, полезно, не надо уходить от этого всего, потому что, в принципе, история про компромисс, она начинается с момента, как раз, когда ты сам с собой проработал, и у тебя ничего, тебя не зажимает, никакого снобизма, никаких вот этих вот каких-то придавливающих факторов, потому что, что такое снобизм? Снобизм это история, когда для тебя что-то становится очень дорогим, и ты начинаешь это защищать, и ты никому не доверяешь, да, ты такой, кто ты там такой, ты вот, ты на чем там жаришь, ты кто там, какой у тебя ростер, какая у тебя группа крови, там, что там у тебя, а история про недоверие, она вообще очень легко лечится, одной вот такой вот историей маленькой, вот есть 100 человек, и лучше им всем 100 доверять, досконально прям, вот до дна доверяйтесь, отдавайте им всея себя, даже если вас предадут эти, какие-то люди из этих, это не будут все 100 человек, вы хоть вдумайтесь, вас предадут стопудово, но человека три из этих 100, но зато с остальными вы как охерительно поработаете, а так вы вот это время все потратите, чтобы всем 100 человекам не доверять, норма жизнь проходит, так а зачем, ты потом вспоминаешь свою жизнь, и что ты наделал, ну и что, это все начинается реально, вот мне кто-то, про матку дышать, да, в прошлый лет, я не буду, короче, учить, я не умею, я еще раз говорю, психология для меня, это, она у всех у вас есть, потому что мы стояли за стойкой, мы работаем в индустрии, которая контактирует, с офигительно огромным количеством людей, мы тут все умеем маткой дышать, даже если ее нет, это нормально, и надо доверять, надо доверять, и типа отдаваться вот этому моменту, потому что только отдача, только когда ты бежишь, какой-то компании, которая жарит робусту, которая там вся итальянская, прожженная и так далее, сейчас слайд не помню, что следующий, да, вот, непонятно, что у нее за продукт, вы попробуйте проникнуться, потому что скорее всего в вашей голове есть определенная нить профессионализма, которая этой компании нужна, вас никто не просит, как работать с брендами, да вас никто не просит в них влюбляться досконально, сразу, это нормально, надо сначала подружиться, а дружба это не обязывающий фактор, потому что один панкуха, другой аниме смотрит, а потом они начинают аватара смотреть, и все нормально, а потом вроде бы за хакаги начинают разговаривать, ну то есть это история о том, что даже если вам что-то не нравится, попытайтесь этому дать возможность какую-то, потому что если мы постоянно будем все отчебучивать, это современное вероисповедание психологии, тебе что-то неприятненько, отойди от этого, уходи от этого, не тревожь свое, там это все, оно у тебя должно находиться в какой-то там равновесии, нет, ну наверное кому-то это важно, но как показывает, например, моя практика, раз мы здесь все собрались, то надо про мою практику проговорить, наоборот, ввязывайтесь, если вам что-то неприятно, скорее всего, вы спустя какое-то время либо сообразите, что да, это чушь собачья, либо ого, офигеть, я не прав был, и у тебя произойдет какое-то взросление, у тебя произойдет какое-то обучение, и так с брендами происходит, потому что на самом деле, и спасибо вот этим коммерческим всем брендам, потому что маккофе тот же самый, вот эти все итальянские обжарки, вот эта вот классическая история, им офигеть, как нужны специалисты, из-за того, что я вот как бы такая, ну не люблю, ну ладно, я же знаю, что можно помочь, это не значит, что я с утра встаю и такая типа, как клуни такая на спросу, ну, самый лучший кофе, знаете, потому что где? Самый лучший кофе, это когда вы едете три дня где-то в тачке, знаете, где пописать на обочине надо выходить, ничего нет, и самый кофе лучший там, где вот вы первую вот эту заправку встречаете, вы вот такие типа берете, такие типа сигу закуриваете, хотя вы не курите, вы просто такие, и вот это лучший кофе, и на самом деле, это не важно, что там, блин, вообще, кто там над ним работал, и на самом деле, вот именно вот эта вот нить, которая, о которой я говорю, статус-кво, это не про военные махинации, статус-кво в этой лекции как раз таки о том, как нужно себя вспоминать в моменте, когда тебе вообще пофигу, что там за кофе, тебе так его хочется, что ты прям такой, да вообще пофиг, вставляется какой-то мат у всех в голове, да, но вот это вот оно и есть, потому что, да, вот что я люблю, знаете кадр откуда? 10 очков в Гриффиндору, кофе и сигареты, он его 17 или 15 лет снимал, да, где-то так, Джармуш, фильм Джармуша, кофе и сигареты, очень рекомендую, потому что, не потому что, не потому что, хочу вас вовлечь в кофе и сигареты, а потому что, на самом деле, в этих короткометражках показана ахинея любви к этим продуктам, ну не к сигаретам, ладно, что ж, все, забудьте про сиги, все, никаких сигарет, кофе, показывается любовь к этому продукту, искренне, такая тупорылая, прикольная, где на него не обращают внимания, но его любят, где к нему максимальное внимание, и его любят, где он вообще ни к селу, ни к городу, но его любят, там и гип-поп, все дела, они про музыку разговаривают, и здорово все, с друзьями на шашлыка, вы знаете, кто этот кофе варил? Я вам если что не говорила, это Степанчук сварил с утра, после рыбалки, мы там рыбу вечером варили, помыть негде было, но кофе был, во, сидра какая-то там была, черт ее, хер ее знает какая, варили часа два, наверное, это удивительно, мы забываем об этом, я что тут скачу, как идиот, мы об этом забываем, и именно вот это отношение к продукту, оно дает возможность не перегорать на работе, это клево, популярное слово, я перегорел, у меня пять работ, или шесть, я не знаю, я не считала, я постоянно работаю, мне соврать не дадут, вот Валерия не даст соврать, она здесь меня знает, делай вид, что меня не знаешь, правильно, я постоянно в работе, 24 на 7 я в работе, у меня в принципе постоянно, я не перегораю уже последние лет 7, потому что, да мне по кайфу, да я знаю, что он вообще кайфовый, классный продукт, я его выбрала, я его люблю, я с ним сдохну, все, я пью каждый день кофе, все, мы с тобой в дрип и зафасовали какой-то дерьмовый Сантос, не надо, все, прекрати, короче, это крутой продукт, и он имеет право жить, просто мы сами немножко ку-ку, понятное дело, что вы не делаете, все, пять минут, ну пожалуйста, ну еще одну каточку, заболталась, что там с брендами, с брендами надо работать, они вас будут любить, если вы будете к ним идти, к ним надо идти, просто вот прям свежий диалог, придите к ним, объясните, чем вы можете им помочь, потому что вы можете работать очень много, параллельно, вы можете стоять за стойкой, параллельно делать меню для выездных каких-то историй, вы можете стоять за стойкой в своем заведении уже, вы можете ездить на какие-то, в Италию меня свозили, блин, вообще в стране кризис, меня вывезли в Италию, чтобы я банановое молоко поделала, ну типа нормас все вообще с башкой, поделали молоко, все хорошо, вот Лиза тоже, видите, по Питеру ходим, это весело, это нормально, не надо, может быть, это для кого-то стеснение какое-то, да, не надо стесняться, даже если с вами перестанут здороваться 40% людей на стенде, да, на пире, нормально, они сейчас со мной все заздороваются, такие говорят, а что скидка на Делон, есть, а то маме надо купить, я даю скидку, говорю, ааа, на гастрит вывезли, тоже, вот тоже с брендом поработали, вот тоже, я кофейник, я растительное молоко разрабатываю, нормально? вывезли на гастрит смешно, пожарим, вообще какие-то незнакомые люди тоже, вот решила их вставить, это тому, что типа брендовость и работа с брендами, это про ваш, про ваше отсутствие снобизма, вы должны любить, просто вообще просто искренне любить продукт, где вы находитесь, и тогда вообще все как по маслу пойдет, потому что самое плохое в нас, реально, это вот прийти куда-то и такие, организация говно, никто не здоровается, я вообще не понял, что здесь делать на этом мероприятии всем, и ушел, и я такая, я хожу на пир 10 лет, я ходила на пир еще до того, даже как кофе не начался, потому что я технолог по общественному питанию, меня сюда заставляли ездить, чтобы помогать шеф-поварам тарелочки вытирать, мне было лет 15, я такая, что за херня здесь происходит, и мне кайфово, я сегодня сюда еду, мы ржем, мы включили киша, такие, нормально, сейчас в Макдональдс заедем, где я сейчас, в счастье, куча проектов, тут я еще раз говорю, с барной индустрией, вон мерчуху свою сделала какую-то, смотрите, весь дом в молоке растительном, в кофе во всяком, но я не ухожу из кофейной индустрии, я все равно в ней остаюсь, все равно спешлти, если вы начнете работать с коммерцией, это вас не оклеймит в никоем случае, вы не станете плохим человеком, вы не станете там робустафилом и так далее, вы шире начнете жить, денег больше станет, я серьезно, нормально с чем могу, вот проспорила на прошлой неделе PlayStation 5, записывайтесь ко мне на курсы бизнес-молодости, если что, объясню, как делать бабки, сидела, купила PlayStation другу, а что сделать? и самое важное, диверсификация, все, я тороплюсь, это вас диверсифицирует, знаете, какое слово полезно, сейчас мем будет, чтобы вы легче произнесли, со смыслением, диверсификация, это как раз то, что вам нужно, это то, где вы застряли и стагнируете, как специалист, потому что вы работаете со спешлти, но не работаете с коммерцией, потому что вы не знаете, и это не строит вам определенную финансовую историю, которая вас будет держать на плаву, Все сфоткали демем, да? Ой, это мой слайд, извините, все это Вот Степанчук вам 25 кадром прикольный Из 2009 года И чуть что в шутку Если что-то не нравится, шутите Не надо вот это говно организация Пошутите реально, что-то я как идиот прошелся Ничего не понял, поржали и пошли дальше Это полезно Вернитесь к своему фундаменту Вот это я не знаю, зачем я слайд оставила Я извиняюсь, пожалуйста, это полулитровая мышь А вот это я в 2008 году Просто вам на память Видите, какая рожа в 2010 Нифига себе я вас обманула Видите, какая рожа Я даже не знаю, что это А это эспресс Меня заставили это сварить, пожалуйста Помните о себе, где вы были в моменте, когда вы начинали Это вам поможет Правда, четко говорю, прям обещаю Меньше вонять, больше вспоминать Как было прикольно, когда я входил В моменте Если вы потеряетесь где-то на дне бутылки То я вас обязательно заверну к своей бренде И, пожалуйста, можете добавляться ко мне в инстаграм И написать плюсик И я вам обязательно пришлю какой-то ништяк Потому что мне сказали, что так формируются лиды И я вам реально обязательно обещаю прислать какой-то ништяк А если вам нужна какая-то работа И вам интересно со мной сотрудничать Действительно напишите Потому что реально очень тяжело Я сейчас с вами вот распрощаюсь И мы побежим делать мероприятие Которое будет завтра у нас 6 числа И если вам интересно прийти на это мероприятие Завтра Напишите мне Я вам пришлю специальное приглашение С ништяком определенным Поэтому спасибо вам большое, что вы пришли И потратили со мной это время Я вас люблю очень сильно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!